Друзья, я на Белорусском вокзале И сегодня мы опять едем в Беларусь За моей спиной стоит легендарный электровоз ЧС-7 Да еще и под номером 004 Огромная честь для меня, что сейчас я поеду в поезде Под тягой этого чудесного локомотива Живая легенда! А мы доехали до перегона Осеевка-Калядичек Здесь мы снимем все красивые пассажирские поезда С электровозами ЧС-4Т приписки Допоминска А также местные Р9Т Если вы помните, в России таких электричек уже почти не осталось А здесь их довольно много И причем они очень красивые и чистые Полюбуйтесь сами Перегон очень красивый Всем, кто приезжает в Минск, рекомендую к посещению Сюда легко добраться Всего 20 минут на электричке И здесь красивые холмы Можно вставать и делать красивые крутые фотографии Удивительная погода Сейчас декабрь, но здесь нет снега Вы же не видите, чтобы он летал И я тоже не вижу А коль скоро все интересные поезда у нас уже проехали Мы покидаем этот перегон И едем на остановку Минск-Корш Снимем там пару электричек А потом можно будет и в город Отправиться на исследование местного городского транспорта Вышли мы в поселок Гатово Сейчас будем здесь ловить такси Продолжаем поход по баянам минских железнодорожных фотографов За моей спиной перегон Степян-Козирище Это основное направление Минск-Орша Здесь довольно удобное место для съемки Потому что есть мост Как тебе перегон Степян-Козирище? 8 Р9Т из 8 Пока мы ждем здесь следующую электричку Чтобы ее сфотографировать Наш автобусный эксперт расскажет вам о том Какие крутые электрички работают в Минске Неожиданный поворот, правда? Автобусный эксперт рассказывает про электрички Где такое видано? Только у нас на канале Блог ЖФотографа Так и здесь есть два вида электричек Рижские электрички, которые представляют из себя Р9М, Р9Е, Р9Т А также есть белорусско-швейцарские Всякие электрички иноземные, понимаешь? Это всякие ЭПГ, ЭПР, ЭПМ А сейчас мы возьмем интервью у младшего научного сотрудника ДПО Вам слово Здравствуйте У нас преобладают электропоезда серии Р9М, Р9Т, Р9Т И уникальная машина Р9ТМ Под номером 801 Которая очень схожа с электропоездами серии ЭД-9М Которая выпущена в единственном экземпляре в 95-м году Мы находимся на большой транспортной конечной, которая называется Уручье Здесь автобусы, троллейбусы и электробусы В частности, эти два троллейбуса, как ни странно, одной и той же модели БКМ-321 Только тот, который слева, он более старый А который справа более современный Настолько современный, что он даже имеет автономный ход То есть часть маршрута может проехать без контактной сети А это суперсовременный троллейбус БКМ-433 Он построен в 2021 году Подобный троллейбусы закупил Санкт-Петербург Кстати, если вы не видели мой ролик про Петербург Посмотрите его вот здесь, в подсказочках С вами автобус-мастер И мы находимся с вами в городе Минске Республике Беларусь, МДС Уручье И здесь мы можем увидеть, по сути, весь автобусный парк города Минска Тут вам ИМАЗ-103 ИМАЗ-107 ИМАЗ-203 По сути, составляющая основного парка Также есть МАЗ-215 МАЗ-216 ИМАЗ-303 А еще где-то можно найти и МАЗ-105 Ну и, по сути, больше-то здесь рассказывать и нечего Потому что кроме них здесь нет действительно ничего С вами был автобус-мастер из Минска А пока невероятно снеговат заваривает нас и наши объективы Поставьте этому видео лайк Видите, в каких условиях пишу для вас крутой контент Кстати, интересная особенность транспорта Минска в том, что здесь, в отличие от Москвы, электробусы вышли на автобусные маршруты Поэтому они покрашены в желтый цвет Если вы помните, в Москве электробусами заменили троллейбусы А троллейбусы благополучно отправились на ссылку в историю Благодаря нашему мэру Москве Сергею Семеновичу Савянь За моей спиной красавец электробус БКМ Е430 Вид от Макс Электро, если по-русски говорить Это суперсовременный, огромный, длинный электробус с гармошкой Который сделан в том же кузове, что и троллейбус БКМ 433 Нам посчастливилось прокатиться в автобусе МАЗ-105 Этот автобус настолько редкий, что, например, в Москве он был всего один В Минске таких автобусов тоже не так много Но, тем не менее, они встречаются Автобус довольно интересный Выпущен он не позднее 2009 года О чем говорит его морда с квадратными фарами После 2009-го пошел так называемый рестайлинг Давайте же посмотрим, что интересного есть в этом автобусе Наступный прибылок Тормальный Астерлок Дверы зажигняются У этого автобуса довольно интересный узел зачленения Если помните, в современных автобусах гармошка выходит в салон И закрывает часть вот этого поворотного подиума А здесь конструкция больше напоминает старые карусы То есть здесь сделан вот такой поручень И можно посмотреть вниз и узнать, что там находится под гармошкой А в этом черном ящике у автобуса находится двигатель Благодаря тому, что удалось вынести двигатель внутрь салона А автобусы сделали пониженный уровень пола И таким образом в него удобнее подниматься Чем, допустим, в тот же старый карус Теперь давайте разберемся с минскими трамваями Основной костяк трамвайных вагонов составляет БКМ-601 Один из которых стоит у меня за спиной Вот он, БКМ-601 крупным планом У него прислонно сдвижные двери, высокий уровень пола Но, в общем-то, оно неудивительно Трамвай из 2008 года Сейчас такие уже, конечно же, не выпускают Сидение в этом трамвае, как в троллейбусе БКМ-201 Еще здесь есть сошлененные трамваи БКМ-743, которые существуют в единственном экземпляре И БКМ-843 843 более распространенные Они также поставлялись в Казань и Санкт-Петербург Вообще, вагон довольно интересный Он похож на КТМ-5 на максималках У него примерно такая же компоновка салона Он тоже высокопольный Но при этом не выглядит, как ведро с болтами Кстати, надо сказать, что здесь, в Минске, довольно неплохие трамвайные пути Во всяком случае, они здесь летают ого-го Дай боже, даже московские электробусы так не могут Правда, здесь довольно нехило качают на этих путях Но это не мешает водителям давить газ в пол Я нахожусь на станции Первомайска Это вторая линия, как ни странно При том, что обычно красным цветом красят именно первые линии во всех метрополитенах На этой линии почти все поезда это номерные Самое интересное номерное в Минске Это так называемый постсекольник Своё прозвище он получил, потому что фара у него спрятана постсеклом В отличие от более поздних модификаций, у которых фар вынесены на отдельные блоки Постсекольники это огромная редкость В Минске есть два вагона И один вагон остался в Санкт-Петербурге Возможно, конечно, есть и вагоны служебные Но мы этого точно не знаем Постсекольники исчезли, потому что при модернизациях Им делали обычные фары, как у остальных поездов Поэтому огромная удача, что этот поезд сохранился здесь, в Минске А это вот обычный Мирной С обычной маской, как в Москве 1.4.1 так называемый Причем конкретно этот поезд довольно новый 2007 года Также здесь работают новые составы марки Штадлер Очень классные вагоны, довольно стильные Напоминают электровоз Напишите в комментариях, какой Подсказка, этот электровоз так и не пошел в серию А теперь ваша любимая рубрика Обзор гостиницы Гостиница называется Академическая Давайте же посмотрим Зайдя в номер, вы тут же попадаете в советский дом Отдыха локомотивных бригад Полюбуйтесь сами Здесь стоят крутые советские ретро-стулья Здесь прикольные советские ретро-кровати Здесь старомодные прикроватные тумбы И не столь старомодный телевизор Где вы в последний раз видели такой смеситель? Где вы в последний раз видели такую страшную лейку для душа? Выглядит очень надежно Кажется, такое сидение на унитазе было у меня в детстве Году только 97-го Не обошлось и без раритетного шкафа А дополняют советский образ этого номера Вот эти прекрасные крутые старые радиаторы А стоит это добро всего лишь 2000 российских рублей Это был обзор гостиницы Музыка 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 Продолжаем наш тур по Беларуси И опять мы в Лизе Хотя примерно месяц назад уже были здесь Первый же поезд, который поехал с Литвы Был с нужной нам литовской машкой Удивительно, но он был не с вагонами и с водоудобрением А с совершенно разномастным составом В том числе там были здоровые контейнеры для щепы Сегодня на завтрак у меня помыло Ну вы бы знали, как я хочу баршу драниковые бульбочки Это же зеленая машка, которая в тот раз была с развозным поездом Надо заснять ее Обязательно Побежали скорей Субтитры сделал DimaTorzok В прошлый раз я переживал, что в Беларусь перестанут Съезжать литовские тепловозы Как бы не так Пока что они льются, как из рога изобилия Причем один из них уникальный Зеленая машка под номером 600 Она такая в Литве одна Все остальные перекрашены в местный литовский корпоратив А какие тебе больше нравятся? Мне нравятся Зелененькие Еще если белорусские зелененькие поедут Со своей молнией классической Вообще огонь Особенно машки, если поедут в Беларусь А машка уже сегодня одна проехала Так здесь белорусскую машку Представляешь, как его снять? К сожалению, белорусские машки здесь не ходят Машки здесь ходят только литовские За белорусскими машками нужно ехать аж в Полоцк Или в Брест А я напоминаю, что мы находимся на перегоне Гуды-Бастуны В прошлом видео я уже более-менее подробно рассказал Про этот перегон Можете посмотреть, если еще не видели Вот ссылка, тыкайте За моей спиной вид в сторону станции Бастуны А передо мной вид в сторону станции Гуды Кажется, где-то я уже эту фразу произносил Это литовский локомотив Ер-20 Он же Сименс Они очень часто заходят в Лиду Ты счастлив, что ты его снял? Я счастлив, что я его снял, потому что Это был первый раз за, наверное, лет 8, наверное, как я езжу на эту ветку Мы сняли литовскую корпоративную машку с квадратными буферными огнями Мы сняли литовскую корпоративную машку с круглыми буферными огнями Мы сняли литовскую зеленую машку круглобуферную Так еще вдобавок сняли Ер-20 Вот этот вот Сименский тепловоз в кузове какого-то там электровоза Ну, короче, круто! Действительно, супер-успешный улов Три разных машки Ер-20 и ни одного белорусского 2Т-10 Хоть они и зеленые, но лично мне не слишком интересно их снимать Потому что они есть везде Их примерно столько же, сколько в Москве 2Т-25К А теперь немного варламовщины Посмотрите, это пешеходный переход в Лиде Как делают пешеходные переходы в России? Рисуют на асфальте противные скользкие желто-белые полоски А здесь пространство для пешеходов выделено прерывистой линией Таким образом, пешеходы здесь идут по асфальту, а не по скользкой краске На которой во влажную погоду запросто можно свалиться Также здесь в Лиде разделены потоки велосипедистов и пешеходов Также следует обратить внимание на знак, обозначающий пешеходный переход Почему-то здесь его не сделают с противной желтой каемкой Которая отвлекает внимание водителя от самих пешеходов Учись ГИБДД России! ТЭП-70-0265 повезет нас сегодня до Минска Дорогие друзья, на этом у меня все В этот раз на железной дороге мы сняли вообще все, что захотели И ЧС-4Т, и Р-9, и БКГшку, и даже зеленую литовскую Машку Которая могла приехать с очень маленькой вероятностью То, что она появилась, это просто гигантское везение Пока эта крутейшая синяя Р-9 у меня за спиной не уехала? Поставьте этому видео лайк Подпишитесь на канал Напишите в комментариях, как вам Минск Как вам Белорусская железная дорога Как вам местные троллейбусы, автобусы, электробусы По-моему, просто потрясающая система Не забывайте, крутые сувенирные кружки А также, вот эти крутые ролики Которые обязательно следует посмотреть С вами был блог Желефотограф Игорь Абросимов До новых встреч, спасибо за просмотр Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...